Я очень рад продолжению нашего многолетнего сотрудничества с Агентством международного развития США. Мы уже более 15 лет вместе и добились неплохих результатов развития сектора здравоохранения Кыргызской Республики. Новому проекту ИСАИД «Качественное здравоохранение» желаю успешной реализации всех намеченных планов в деле сохранения и укрепления здоровья кыргызстанцев. Мы благодарны американскому народу за оказываемую помощь. Наша общая цель – добиваться качества профилактики и лечения заболеваний. И я думаю, мы его достигнем. Последние 15 лет Агентство международного развития США работало в тесном сотрудничестве с правительством Кыргызстана и другими донорскими организациями по укреплению системы здравоохранения, улучшению качества медицинского обслуживания и здоровья населения. ИСАИД оказывал поддержку в изменении финансирования здравоохранения и разработке необходимой политики улучшения структуры сектора и уровня предоставляемых услуг, в обновлении клинической практики и проведении информационно-просветительной работы среди населения. В лице проекта «Здравплюс», «Здравплюс-1», «Здравплюс-2» в течение 15 лет ИСАИД непосредственно поддерживал все реформы, начиная от изменений системы финансирования, перехода на систему единого плательщика, перехода на систему запролеченные случаи в больницах, на подушевой принцип финансирования на первичном уровне. И не говоря о тех многочисленных тренингах, семинарах, обучающих для специалистов первичного звена и стационаров, не говоря о том, что доноры, в том числе ИСАИД, поставляли самое необходимое оборудование, без помощи которых невозможно было работать. Сегодня Агентство международного развития США начинает реализовывать проект «Качественное здравоохранение». Он осуществляется «Аптососиейц» в партнерстве с проектом ХОП, APMG, Институтом языка и научных технологий и социум-консалт. Проект «Юэсэйд. Качественное здравоохранение» продолжит работу по усовершенствованию предыдущей работы «Юэсэйд», направленной на улучшение здоровья населения Центральной Азии и укрепление системы здравоохранения в целом, особенно в области туберкулеза и ВИЧ, материнского и детского здоровья, планирования семьи, неинфекционных заболеваний и, главным образом, сердечно-сосудистых. Все мероприятия проекта ориентированы на улучшение качества профилактики и лечения заболеваний и на достижение четырех главных целей – улучшение качества медицинских услуг, создание безопасной медицинской среды, укрепление потенциала общественного здравоохранения и роли гражданского общества для наилучшего реагирования на потребности в охране здоровья. Благодаря именно Исаиду, который впервые у нас стал финансировать и внедрять через Ассоциацию групп семейных врачей основы системы повышения качества, мы сегодня на средства Исаид провели систему непрерывного повышения качества в пяти районах по гипертонической болезни, в девяти районах по бронхиальной астме и хроническому обструктивному заболеванию легких. И на средства СВАП – это консолидированный бюджет всех доноров по основам антинатального ухода. Система непрерывного повышения качества или СНПК – это инструмент для медицинских учреждений, который позволяет регулярно мониторировать и улучшать обслуживание с использованием клинических протоколов, разрабатываемых на основе доказательной медицины. Анастасия – это в 2005-м году, в гипертонии ухода в Мониторской области, что было 17 лет. Продолжение следует... 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 Качественное здравоохранение Проект Качественное здравоохранение укрепит национальные справочные лаборатории и сети лабораторий поддержит внедрение более эффективной операционной системы для лабораторий в сети туберкулезных и ВИЧ-тестов При поддержке USAID проект ХОП проделал огромную работу по диагностике и лечению туберкулеза ХОП был одной из организаций, которая внедрила в Кыргызстане доттерапию, являющуюся менее затратной и основанной на доказательной медицине Сегодня ХОП, как один из партнеров проекта «Качественное здравоохранение» на основе имеющегося опыта работы в области туберкулеза, будет продолжать свою деятельность по улучшению менеджмента лекарств, лабораторных услуг, профилактики туберкулеза и интеграции диагностики и лечения на уровне первичной медико-санитарной помощи С целью предотвращения распространения ВИЧ-туберкулеза программы будут приспособлены для групп высокого риска Глобальный фонд приветствует участие правительства и других партнеров в борьбе с тремя заболеваниями И очень хорошо, что новый проект USAID «Качественное здравоохранение» начинается почти в одно время с девятым раундом Глобального фонда по компоненту туберкулез, а также с десятым раундом по компоненту СПИД Несмотря на значительно меньшие масштабы по сравнению с другими странами, эпидемия ВИЧ-инфекции в Центрально-Азиатском регионе продолжает расти Проектом будет оказана поддержка как государственным, так и неправительственным организациям в дальнейшем расширению услуг по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе и заместительной терапии среди инъекционных потребителей наркотиков Основные усилия будут направлены на интеграцию услуг, предоставляемых уязвимым группам в Центрах СПИД, прежде всего с учреждениями первичной медико-санитарной помощи Уже доказано, что в охране здоровья играют немалую роль сами пациенты и население Именно они являются главным рупором в распространении информации по вопросам здоровья Сельские комитеты здоровья, созданные сначала при поддержке швейцарского Красного Креста, а их уже более тысячи, сегодня работают по всей республике И являются ценным звеном двухсторонней связи между населением и медицинскими работниками Сельские комитеты Сельские комитеты Сельские комитеты Проект «Качественное здравоохранение» продолжит сотрудничество со швейцарско-кыргызским проектом по работе сельских комитетов здоровья По проведению информационно-просветительной работы с населением, включая вопросы профилактики, лечения туберкулеза, здоровья матери и ребенка Важную роль в заполнении пробелов в системе здравоохранения играют неправительственные организации Именно они улучшают социальные услуги, заявляют о нуждах групп риска, работают по сокращению стигмы и повышению знаний, предлагают рекомендации по улучшению системы здравоохранения В дальнейшем мы очень надеемся, что то направление, которое Юсейд взял еще с 2004-2005 года, в настоящее время в рамках нового проекта «Качественное здравоохранение» они смогут это реализовать Используя опыт, используя лучшие практики, используя тех сотрудников, те ресурсы, которые работали по предыдущим проектам Внедрить и интегрировать это в здравоохранение Причем интегрировать так, чтобы устойчивы были программы, нужно все усилия направить на то, чтобы потенциал органов здравоохранения тоже был повышен При поддержке Юсейд в Кыргызстане были созданы и успешно работают профессиональные ассоциации, такие как Ассоциация групп семейных врачей, семейных медсестер, Ассоциация больниц, медицинская аккредитационная комиссия Именно эти ассоциации, Ассоциация больниц, Ассоциация групп семейных врачей оказались проводниками реформы для вновь организованных организаций здравоохранения Они проводили большое количество тренингов, семинаров на национальном, областном, организационном уровне По измененным принципам финансирования, по методам оказания помощи в этих новых организациях, по новым формам учета, по новым информационным технологиям И оказывали очень большую консалтинговую помощь тем же организациям здравоохранения Это привело к тому, что в 2005 году, к моменту разработки национальной программы МОНА Стали МИ У нас семейная медицина была институционализирована, то есть она работала по всей стране Проект USAID – качественное здравоохранение будет координировать свою деятельность с другими международными донорами Включая Глобальный фонд, Всемирный банк, Всемирную организацию здравоохранения и правительственные организации Его команда уже приступила к реализации намеченных идей и планов в Кыргызской республике Субтитры создавал DimaTorzok